Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Ильгар Велизаде, политолог из Азербайджана. Здравствуйте, Ильгар. Здравствуйте, Михаил. Друзья, я поздравляю вас и поздравляю Ильгара с наступившим Новым Годом. Желаю всем крепкого здоровья и чтобы мы все пережили этот год. Ильгар, я хотел бы сегодня с вами поговорить на важную тему. Это российские обстрелы украинской территории, которые граждане Украины наблюдали на протяжении нескольких дней и даже 31 декабря в канун Нового Года. Страшные обстрелы, погибли люди, пострадали очень много людей и соболезнования, конечно, пострадавшим в результате российской агрессии. Но я бы с вами хотел, Ильгар, говорить не эмоциональной составляющей этого процесса, тем более эмоционально. Тут все понятно. Акт российского террора, акт войны, пострадавшие люди, погибшие люди. И здесь любой человек с драмами и твердой памяти обязан эмоционально осуждать случившееся. Давайте лучше поговорим об аналитике. На протяжении нескольких недель, а то и месяцев мы говорили о переговорах, о необходимости дипломатического выхода из сложившихся военных действий, о патовой ситуации, возникшей на фронте. И Запад подталкивал и Россию, и Украину к переговорам. Появлялись публикации о желании Путина пойти на переговоры, появлялись публикации о желании банковой украинской администрации пойти на переговоры. И тут встречаются вот эти террористические российские обстрелы. Я не хочу вдаваться в конспирологию, но еще древние говорили, ищи, кому выгодно. Эти российские обстрелы обнулили любую возможность для переговоров. Такое уже было. Я напомню, когда была Буча, которая обнулила истамбульские переговоры между Россией и Украиной. Я напоминаю, что после Буча украинская делегация встала и вышла с переговоров. И каждый раз, когда заходит речь о переговорах, случается некий черный лебедь, который вылетает и служит некой ширмой, неким аргументом для непроведения переговоров, для срыва переговоров. Согласны ли вы, Ильгар, с этой точкой зрения? Усматриваете ли вы в происходящем не просто некое преступление, либо акт военных действий, а акт военных действий именно с политической составляющей, желание сорвать политические переговоры либо одной страной России, либо, может быть, Западом, либо еще кем-то? Как вы считаете? Во-первых, я тоже хотел бы, конечно, поздравить с Новым годом всех, кто нас слушает, вас, естественно. Михаил, тоже хотел бы пожелать вам всего самого хорошего, чтобы по итогам года все-таки мы не обсуждали бы уже вот эти страшные процессы, которые происходят. По-другому нельзя это назвать. Конечно, тоже присоединяемся к заболезнованиям. И вот всегда вылуждено констатировать, что, увы, война идет по своей логике, к большому сожалению, по военной логике. И возможности мира не просматриваются. Но вы знаете, вы сказали о том, что древние говорили, да, вот, скажем, надо искать причину всем этим событиям. И в известном, значит, детективном, ну, скажем, многотомнике у Канан-Дойля тоже есть такое, часто встречается выражение. С уста главного действующего лица Штермка Холмса он все время говорил о том, что если есть преступление, нужно искать мотив. Конечно, без мотива не бывает никаких действий. И в данном случае, скорее всего, мотив был. И нельзя исключать абсолютно, мы сейчас просто предполагаем, выдвигаем свою гипотезу, но нельзя исключать, что основой, возможной основой была как раз-таки версия о том, что, скажем, свести на нет все эти разговоры, усилия относительно возможных переговоров. Единственная разница с событиями 22-го года заключалась в том, что тогда переговоры реально шли, стороны реально сидели за столом переговоров. Сейчас переговоров больше говорилось, переговоры сами не шли. Но в любом случае, то, что произошло, если не обнуляю, то предельно минимизирует возможность любых переговоров. Так что война продолжается. И здесь нельзя не сказать о том, что у войны свой алгоритм действий. Если есть какие-то обстрелы, массированные обстрелы, с одной стороны, то необходимо ждать, что называется, ответку, то есть обстрелов с другой стороны. А это уже эскалация военной напряженности. А в условиях эскалации военной напряженности, но говорить о мирных переговорах или зондировать почву для реального почвы, для мирных переговоров не самое подходящее время. Поэтому я так понимаю, что все-таки о мире придется забыть. По крайней мере, мы, опять же, стараемся абстрагироваться от эмоций, насколько это возможно. Тем более, я вас понимаю прекрасно, для вас это делать гораздо сложнее, чем, скажем, мне. Но если постараться абстрагироваться от эмоций, все-таки сейчас мы говорим о том, что, да, время мира не шло, сейчас полная хозяйка ситуации война, сейчас время войны, но абсолютно вообще с перспектив, с горизонтов убирать тему мира тоже нельзя. То есть мы его просто оставляем на очень-очень отдаленных перспективах. Тем более, мы знаем, что по ряду объективных причин, в частности, выборы в России и все такое прочее, говорить о мире, вот, по крайней мере, в ближайшее время не приходится. Вы знаете, в таких случаях я привык обращать внимание не только на публикации, но и на поведение лидеров общественного мнения, либо тех людей, которые имеют доступ к высоким кабинетам. Потому что мы с вами, но за вас говорить не буду, по крайней мере, я буду говорить за себя. Я простой ведущий такого небольшого YouTube-канала. Соответственно, я не являюсь ломом, лидером общественного мнения. Но есть лидеры общественного мнения реального, у которых огромное число подписчиков, у которых огромная аудитория, огромная узнаваемость. Алексей Аристоевич, на протяжении месяца, двух, трех сентября этого года Аристоевич проповедовал дипломатическое разрешение войны между Россией и Украиной. Более того, он высказывал контроверсионные тезисы, которые были остро восприняты в Украине, по поводу ультиматума, который Россия должна вместе с Украиной предъявить Западу. Ну, понятно, что это сюрреалистичные вещи, но Аристоевич с одинаковой убежденностью их повторял, равно как и другие свои тезисы. И тут вдруг, на фоне российских обстрелов Украины, он меняет свою точку зрения, говорит о том, что сейчас мы снова в 24 февраля, снова та же самая ситуация, и о всех переговорах необходимо забыть. Ну, повторюсь, совпадения в нашей жизни, безусловно, бывают. И совпадения бывают на каждом шагу. Но любое совпадение нужно как бы опробировать, да, все равно препарировать. Не усматриваете ли вы в заявлении Аристоевича и в смене настроения Аристоевича ну, некую смену, некого вектора, который отражает настроение в части украинской элиты? Посмотрите, Михаил, как я вижу эту ситуацию. Дело в том, что тут же Аристоевич, он в последнее время, наряду с тем, что он, вот, скажем, формировал, скажем, несколько отличную от официальной позиции свою, он одновременно формировал себя, вернее, пытался, ну, скажем, как я другое слово не нахожу, но в таком чисто некоммерческом смысле этого слова, продать себя как оппозиционный политик электорату с особым, скажем, мнением, особым подходом, взглядом на текущую политику, не только украинскую, кстати говоря, и на внешнюю политику. Но вы посмотрите, что произошло в результате этих обстрелов. Поменялось общественное мнение. То есть сами вот эти обстрелы, их последствия, они изменили общественное мнение в Украине. А политик, который добивается симпатии у общества, не может игнорировать этот факт. И поэтому он так или иначе должен этот момент иметь в виду. И, естественно, он поменял свою риторику в соответствии с изменением предпочтения у электората, потенциального электората. Вот так будем говорить. Поэтому здесь это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что вообще не мне кажется, а так оно есть на самом деле. И политика вещь изменчивая. А тем более в условиях войны. Вы знаете, мы всегда часто с вами даже в беседах говорили о том, что прогнозировать развитие ситуации нынешней в этой обстановке невозможно. Невозможно давать четкие и такие однозначные прогнозы относительно того, что произойдет завтра, послезавтра и так далее. Поэтому, естественно, наши оценки, они целиком и полностью опираются на те события, на те происшествия, которые происходят, и на анализ того, как они влияют на различные аспекты жизни общества. Поэтому мне кажется, что если даже Арестович, забегая вперед, он часто это делал, давал какие-то такие прогнозы на среднесрочную перспективу и говорил определенные нарративы, мне кажется, что вот такая линия поведения в данном случае себя не оправдала, он это понимает, и теперь отыгрывает как бы назад, понимая, что нужно, скажем, принимать во внимание те складывающиеся обстоятельства. И не значит, тоже надо отметить, что он через определенное время не вернется к тем нарративам, ну, в другой форме, о которых он говорил. Перенесемся на секунду в другой регион, именно в регион Южного Кавказа. Кстати, друзья, я напомню, вы можете помочь в развитии канала, для этого есть PayPal, есть Patreon. Пожалуйста, помогайте. Буду благодарен за поддержку развития канала. Вот вернемся к региону Южного Кавказа, где Азербайджан и Армения пытаются найти общий язык. Я не живу ни в Армении, ни в Азербайджане, но я внимательно слежу, подчеркивая, не знаю ни азербайджанский, ни армянский язык, но я слежу за армянскими и азербайджанскими блогерами, потому что принцип информационной политики везде один и тот же. Кроме слабой раскрутки неких нацистских маршей в Армении или выступлений в Ереване, где собралось полторы калеки, в принципе, в азербайджанских медиа не раскручивается там маховик ненависти к Армении, равно как в Армении я не вижу, чтобы раскручивался маховик ненависти к Азербайджану. Так это лёгкие покусывания, я бы сказал так, лёгкие покусывания, которые всегда должны быть даже в любовных играх, назовём это так. Соответственно, для меня это знак того, что Алиев и Пашинян стремятся к миру. Не потому что они любят друг друга, не потому что они друг без друга жить не могут, а просто Алиеву и Пашиняну зачем-то необходим этот мир. Ну просто необходимо всё. Поэтому ситуация не эскалируется. Ну и ситуацию, вы понимаете, можно было бы легко эскалировать. Для этого можно было устроить какой-нибудь глявец. Вы понимаете, о чём я говорю. Соответственно, возвращаемся обратно в российско-украинский контекст. Не кажется ли вам, что вот то, что мы видели, ну это, например, попытка сознательная России сорвать переговорный процесс с Украиной. И, соответственно, вот эта попытка России сорвать переговорный процесс, который не выгоден России, учитывая то, что Путин планирует долгую войну, также развязывает руки Украине для, соответственно, активизации помощи Запада. Да, потому что теперь можно говорить, ну давайте вы зашевелитесь, потому что тут нас обстреливают. И, с другой стороны, в преддверии нового витка мобилизации. Вот как вы считаете? Вы знаете, опять я хотел бы отметить, Михаил, что переговоров никаких нет. То есть то, что мы слышали, видели, это всё гипотезы, это предположения, это активизировать общественный дискурс на тему возможности переговоров. Вот примерно такая ситуация была. Срывать того, чего нет, нет какого смысла. С другой стороны, вы знаете, если мы, опять же, абстрагируемся от эмоций и говорим о чисто политических вопросах, то, наверное, эту ситуацию в той или иной степени используют обе стороны, в частности, украинская сторона, в лице президента страны, который неоднократно говорил о том, что нам не о чем говорить с Россией, мы на переговоры с Россией идти не собираемся. Это даёт возможность, конечно, аргументировать продолжение своей линии вот таким образом, что вот мы же говорили вам, что а какие переговоры, и вот ситуация подтверждает, что с ними невозможно вести переговоры, поэтому давайте нам выделяйте помощь, тем более, что она застопорилась, а тем политикам, в частности, на Западе, которым нужны были аргументы, чтобы эту помощь для Украины выбить, вот как раз-таки эта ситуация очень, ну так, подфартила, да, ну и опять же, это всё условно, конечно, о чём мы можем говорить, то есть с точки зрения морально-этических соображений, как может подфартить, если речь идёт о гибели людей, о, значит, таких массовых разрушениях и так далее. Но политика есть политика, мы все с вами прекрасно знаем, наши замечательные слушатели тоже знают, о чём мы говорим, поэтому мы пытаемся назвать вещи... Кстати, я отмечу, я отмечу олигарх, что наши с вами эфиры, они пользуются одобрением слушателей, популярностью, я читаю комментарии, кстати, друзья, пожалуйста, комментируйте это видео, так что наши с вами эфиры, они полезны для слушателей. Спасибо большое, Михаил. Ну, мы часто с вами строим наши разговоры в виде полемики, возможно, дискуссии, даже не полемики, а разговора, беседы, да, вот так. Поэтому, возможно, где-то какая-то такая, это больше, наверное, интересует людей, но не суть важна. Главное, что вот в этих разговорах мы пытаемся выяснить, что на самом деле происходит. Не рисуем какие-то такие фантасмагорические картины, да, а пытаемся, ну, скажем, определить реальный вектор тех политических процессов, которые актуальны на тот или иной период. В данном случае вот эта линия поведения достаточно часто, четко прослеживается. И вы знаете, этот, вот эти обстрелы дают возможность украинским властям аргументированно спорить со своими оппонентами внутри Украины, в частности, с тем же Арестовичем. И Арестович в данном случае вынужден признать свою неправоту, поскольку вот складывается таким образом ситуация. Конечно, власти должны этим пользоваться, и они пользуются. С другой стороны, сейчас мы не видим, ну, первые дни Нового года, наверное, пока еще, скажем, такие политические тренды не определились, но, наверное, ближе туда мы будем видеть реакцию Запада. У них еще год как бы не отошлить ни от Нового года, но, наверное, после того, как они начнут от этого Нового года отходить, будет реакция. И эта реакция покажет, когда, какой объем помощи они готовы будут предоставить, кем это будет сделано и в какие сроки? В любом учебнике переговоров, в любом гарвардском учебнике переговоров, не знаю, там, в других учебниках переговоров всегда говорится о том, что до того, как ты сел за стол переговоров, необходимо определить интересы сторон, реальные интересы сторон, потому что очень часто реальные интересы сторон отличаются от того, что декларируют стороны. Либо они сознательно, скажем так, скрывают свои реальные интересы, либо они просто их не знают. Таким образом, у меня к вам следующий вопрос. А какие вообще реальные интересы Украины и России в этой войне? То, что декларируется, ну, мы слышим. Европейская интеграция, НАТО, с другой стороны, деноцификация, демилитаризация. Ну, мы понимаем, что это все в общем и целом это лозунги, потому что, когда говорится о том, что вот нужно в НАТО, НАТО обеспечит нашу независимость и безопасность от государства-агрессора России, так понятно, что это лозунг, потому что мы не знаем, как поведет себя НАТО, как минимум, и поведет ли вообще себя как-то. Соответственно, деноцификация, демилитаризация, ну, это лозунг тоже абсолютно бессмысленный, безумный, который просто за собой скрывает желание поменять политическую систему в Украине, страны России. Соответственно, вот в чем реальные стороны, на ваш взгляд, в чем реальные позиции, интересы сторон в этой войне? Вы знаете, Михаил, дело в том, что, как показывает практика, decision-makers, люди, которые принимают решения, часто в учебники не смотрят. Хорошо бы, если бы они в учебники смотрели, особенно в учебники истории. Тогда бы они, возможно, принимали несколько иные решения, чем те, которые они принимают. Ну, в общем, это на их совести. Часто мы много хотим от политиков, а политики оказываются не тем, что мы от них хотим. Часто бывает такая ситуация, что они слабые, средние, средние руки, значит, политики, которые просто подфартило, вот так будем говорить. Поэтому, ну, поскольку политика это искусство возможного, мы анализируем то, что происходит на самом деле. А что на самом деле происходит, очень, на самом деле, сложно предположить, потому что, посмотрите, очевидны следующие вещи. НАТО к этой войне не готовилось. НАТО было не готово к этой войне. Хотя отдельные теоретики об учебниках часто предупреждали, что конфликт может быть и конфликт, и триггером конфликта может быть ситуация вокруг, вокруг Украины. Мы же видим, знаем эти, скажем, политических аналитиков на Западе, которые часто видели в Украине как раз таки триггеры. Ну, что кто-нибудь сделал с этого вывода? Никто не сделал. Ну, это их проблемы, наверное. Ну, с другой стороны, что на самом деле происходит, мы можем опять же догадываться. Я так понимаю, что вот, да, скажем, произошло то, что произошло в феврале 22-го года, но посмотрите, к этой ситуации изначально был вот такой конфликт, да, Россия не устраивала действия Украины, вообще, как себя вела, куда шла и так далее. Это все прекрасно знают. Но в последующие месяцы у этого конфликта появилась инфраструктура, международная инфраструктура. Вообще, конфликты любые, даже наш маленький, относительно маленький, да, он приводил и приводит к появлению инфраструктуры. Старая инфраструктура, видимо, из соглашения, она ушла в историю. И сейчас выстраивается новая инфраструктура. И в этой новой инфраструктуре конфликт между Россией и Украиной превращается в конфликт между глобальным югом и глобальным севером, или как-то западом их называют. Вот в чем вопрос. Трансформируется в новые качества. И здесь уже мы, когда мы говорим о том, что хотели, видимо, те, которые пытались, скажем, кто стоял у истоков идеологии этого конфликта, прекрасно это понимают и интегрировали его сегодня в новое качество. Сейчас это уже не просто конфликт между Россией и Украиной. Это конфликт более глобального масштаба. И, кстати говоря, не только здесь это происходит. Посмотрите, что, опять же, мы часто проводим то, что происходит на Ближнем Востоке. Это же не только война между Израилем и Хамасом. Это абсолютно не так. Вот то же самое. Сейчас это уже не война Украины и России. Это война вот этих систем, систем мировоззрения, как хотите сказать. И вот здесь мы подходим к очень важному моменту. Что ли нам сегодня говорить о том, теоретизировать излишне эту ситуацию, да, или же нам нужно обращать внимание на то, как купировать возможности превращение этого конфликта в еще более глобальное. А такие риски существуют. То есть риск Третьей мировой войны, полноценной Третьей мировой войны, они усиливаются. Вот примерно такая тенденция сегодня происходит. Ильгар, вот смотрите, по большому счету это игра с нулевой суммой. Игра с нулевой суммой это игра, при которой победитель получает все. Для России победа является, ну я не верю, что Путин хочет оккупировать всю Украину. То есть для Путина, скажем, программа минимум это смена политического вектора Украины. Для Украины программа минимум это вступление в Европейские Союзы НАТО и программа максимум деоккупации всех своих территорий, которые аннексировала оккупировала Россия. Очевидно, что в нынешней ситуации, о чем говорил генерал Залужный, когда есть технологический тупик, сложно сторонам достичь поставленных целей. Соответственно, необходимо продолжать войну, потому что в условиях, когда нет громкой победы, яркой победы, которую можно было преподнести своему обществу, войну, безусловно, необходимо продолжать. Это логика политики, такая логика. Либо необходимо привносить новое качество в игру, некий новый интерес, создать его на столе, новое качество, за которое стороны могли бы бороться и ухватиться как за спасательный круг для того, чтобы завершить войну. Видите ли вы это новое качество на столе олигар, которое можно было бы сформировать и на основе этого нового качества уже сыграть новую геополитическую игру? Мне сейчас очень сложно сказать, я не берусь утверждать, что я что-то вижу, какие-то контуры, очевидные контуры, конечно, какие-то туманные контуры все-таки просматриваются, но посмотрите, как мне видится ситуация. Дело в том, что что такое победа? Победа это нынешних, особенно в нынешней информационной эпохе, победа это то, как ее позиционирует этот процесс вовне. То есть победа может быть и нынешней ситуации для России, когда если ее позиционировать в российское общество, что вот посмотрите, мы достигли своей цели, нам большего и не нужно, мы как бы отразили все необходимые те угрозы, которые имелись, и вот как бы давайте здесь примерно останемся на этой линии. дальше вступают в силу пиар-инструменты, которые этот тезис облагораживают, условно будем говорить, различными бравурными статьями, заявлениями, документальными фильмами и всем, что сопровождает громкую пиар-акцию. То же самое примерно происходит на Западе. То же самое можно отнести к действиям другой стороны, которая хотела бы зафиксировать ситуацию, как она есть, и продать ее своему обществу, как победы. А для того, чтобы ее продать, нужно ее упаковать, это маркетинговый ход, хорошую обертку, что вот эта победа на самом деле мы не дали возможность захватить, оккупировать, остановили, и в этих условиях мы сделаем так, что вот Украина стала то, что осталось, стала передовым, развитым государством, для этого необходимо остановить военные действия, и это мы сделали, добились этого. Вот для того, чтобы это произошло, обе стороны должны прийти к какому-то согласию, что окей, вы позиционируете для себя победу вот таким образом, мы позиционируем для себя победу таким образом, и в общем решаем все вопросы. Вот сегодня такой договоренности, на сегодняшний день такой договоренности нет. Еще есть Украина, которая выступает совершенно особыми позиций, с особой позицией, которая говорит, ну хорошо, вы там договариваетесь, есть еще наши интересы, и вот здесь есть конкретное желание украинского руководства спорить с теми союзниками, которые возможно хотели бы эту победу, вот такую, о которой я говорю. И для этого нужно не только с Россией договариваться, нужно еще с Украиной договариваться. Есть ли такая возможность договориться с Украиной, или же скажем в случае, если вот такие договоренности произойдут, что это даст самой Украине, что это даст Западу, это очень такой сенситивный вопрос. И здесь на этом фоне происходит очередной вот авиаудар, вот эскалация, которая сбивает вот видение, вот это видение. Вот в чем вопрос. мы откатываемся к началу нашего разговора, когда приходим к выводу о том, что нет сегодня ответов на эти вопросы, нет просто их. Не существует. Тот, кто вы интересно формулируете, Михаил, и они достаточно резонабельные вопросы, сенситивные, чувствительные вопросы, но ответа на них нет. Вот я так вот как не анализирую, на них нет ответа. И даже вот такие люди, обладающие значительной информацией, Арестович, кто-то другой, даже они не берутся сегодня, не могут сегодня дать ответ на вопросы. Ильгар, и все-таки вот если бы два года назад спросили, что нужно для того, чтобы прекратилась война между Арменией и Азербайджаном, ну было понятно, восстановление территориальной целостности Азербайджана еще до 44-дневной войны. Что нужно для того, чтобы прекратилась война между Россией и Украиной? Да, ведь это ключевой вопрос. Вот вообще человек, когда выходит, например, на улицу, человек мысленно прокладывает какой-то маршрут. Я выхожу на улицу, я прокладываю маршрут. Это может быть булочная, это может быть магазин электроники, либо это может быть музей, парк. То есть маршрут. Правильно? Всегда действие предвосхищается неким маршрутом в голове, который... Он может быть правильный, он может быть неправильный. но в любом случае у нас есть какая-то карта в голове, то есть зашито, прошито. У нас прошита некая карта, которая преломляется через наши знания, наш опыт и нашу индивидуальность. Вот какая карта, какой маршрут сейчас у сторон? Потому что, повторюсь, безусловно, для Украины это деоккупация всех территорий восстановления территориальной целостности. Но если читаю статью Залужного и выступление президента Владимира Александровича Зеленского, мы видим, что на этот момент цели эти недостижимы, они сложно достижимы, то, но я более чем уверен, что у таких серьезных людей, как президент, как главком, есть некий альтернативный маршрут, к чему они идут. Равно как и Владимир Путин, называя его диктатором, еще как-то. Он прекрасно понимает, что оккупировать Украину невозможно, если, ну просто потому, что невозможно, ну просто невозможно. Для этого нужно устроить террор похлеще сталинского, я не знаю, ну нужно устроить террор похлеще, я не знаю, гитлеровской Германии. Это террор, скажем так, не политический, а абсолютно криминальный террор. На это в 21 веке никто не пойдет. Соответственно, ну невозможно победить такую страну, как Украина в 21 веке. И Путин тогда на что-то должен рассчитывать, на какой-то маршрут. Вот какой этот маршрут, Эльгар, давайте в завершении все-таки как-то обрисуем. Я понимаю, что я вам задаю очень много точных вопросов, которые содержат столько переменок, что, ну сложно, сложно дать ответы, но тем не менее. В вашем вопросе есть ответы. Вы так задаете вопрос, что там есть определенные ответы. Дело в том, что маршрута-то нет на самом деле. Есть два маршрута или несколько маршрутов. В данном случае есть украинский вариант маршрута, есть российский вариант маршрута. У нас и Армении. У них свой маршрутизатор был, у нас свой маршрутизатор. Системы координат разные. Вы понимаете, топографическая карта у нас как бы мы на одну и ту же гору по-разному смотрим. На одну и ту же местность мы по-разному смотрим, с разных экспозиций. Кстати говоря, это тоже имеется место в географии такое понятие. Когда вы смотрите на какую-то конкретную местность с разных экспозиций, эта местность по-другому кажется просто. Вот в чем вопрос? С их позиция одна, с вашей другая. Поэтому маршрутизатора нет, маршрутов нет, а в этих условиях мы тогда, и вы движетесь в разных направлениях. Здесь вопрос в том, что и он никогда не, вот эти карты никогда не совпадут. У нас как они совпали? У нас совпали таким образом, что одна победившая сторона вынуждена была признать карту, которую они не признавали, карту, которую мы им предложили. Вот в вашей ситуации эта задача наверное максимум. Кто проиграет, кто победит, чья карта будет принята за основу? Вот еще один момент. Опять возможно неконкретный ответ, но все-таки я постараюсь какое-то представление дать. в Потсдаме с 45-го года разные карты со стороны СССР и западных союзников сошлись. Вот это ваша зона оккупации, это наша зона оккупации. Опять же я сейчас не провожу прямые параллели, я просто исторические аналогии привожу. В 75-м году во время Хельсинского акта тоже разные карты были. Германия восточная, Германия западная, западная Германия не считала восточной Германии, а потом они в 73-м году Вилли Бранд признал восточную Германию. В общем, эти карты сошлись. Они договорились, что окей, мир будет вот такой по этим картам. вот сейчас самая главная проблема в том, что нет договоренности по картам, нет маршрутизатора, нет системы координат общей для всех. Увы, вот есть. Гарри, я вам очень благодарен за это новогоднее интервью, которое мы с вами пишем 2 января 2024 года. Надеюсь, что к концу этого года, дай бог, чтобы все были живы и здоровы, наши рассуждения не будут более оптимистичны по отношению к ситуации. Как говорится, война — это дело очень сложное, дело непредсказуемое и дело опасное. Поэтому лучше, конечно, без войны. Дорогие зрители, пожалуйста, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Напомню, вы можете помочь развитию канала. Всегда есть и патреоны, другие способы для поддержки канала. До новых встреч и, пожалуйста, напишите в комментариях к этому видео, как вам, собственно, интервью с микрофоном. Повторюсь, я пошел навстречу своим любимым слушателям и вот уже пишу интервью с микрофоном, как когда-то в студии до начала Российско-Украинской войны. Поэтому, пожалуйста, друзьям, комментируйте и скажите, как вам звук и акустикой этого интервью. Спасибо, Ильгар, и до новых встреч. Спасибо большое, Михаил, с обновой, кстати говоря, я не поздравил вас и дай Бог, чтобы не последний, а в новой. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.